8 декабря 2016 года на базе лаборатории информационных технологий проектирования кафедры основ конструирования механизмов и машин прошел практический семинар механика машиностроительного факультета посвященный использованию электронной системы дистанционного образования. На семинаре присутствовали специалисты, ответственные за использование систем дистанционного образования кафедр факультета. Сотрудники информационного комплекса Национального горного университета дали рекомендации по работе с электронной системой и также ответили на интересующие преподавателей вопросы. В частности, для входа в систему дистанционного образования необходимо использовать учетные данные Офис 365. Сделать это можно несколькими способами. Первый из них заключается в том, что необходимо авторизироваться в Офис, а затем перейти в систему Moodle с помощью соответствующей кнопки главного меню. Таким образом, авторизация произойдет автоматически. Второй способ заключается в авторизации непосредственно на сайте дистанционного образования do.namu.org.ua. После выбора функции входа на сайте необходимо выбрать пункт «Вход через Офис 365». После успешной авторизации для корректного отображения информации о преподавателе рекомендуется заполнить профиль. Для этого нужно нажать на иконку в правом верхнем углу и выбрать пункт «Настройки». Далее следует выбрать пункт «Редактировать информацию». На открывшейся странице развернуть под пункт «Дополнительная информация о имени» и заполнить все поля. Пролискнуть страницу до конца и нажать внизу на кнопочку «Обновление профиля». В необязательных полях возможно указать другие методы связи с преподавателем, а также установить фотографию преподавателя. Зайдя в кафедральный раздел, ответственные по кафедре могут назначать роли для соответствующих преподавателей. Для чего необходимо в поле «Потенциальные пользователи» начать вводить имейл-адрес или фамилию преподавателя и выбрать нужного преподавателя и задать ему соответствующую роль с помощью кнопочки «Добавить». Преподаватели, корректно заполняющие поля дополнительной информацией о себе в блоках и дисциплинах, будут отображаться корректно. Те преподаватели, которые не успели обновить информацию о себе, будут отсутствовать в блоках. Для внедрения информационного обеспечения дисциплины рекомендуется использовать виртуальный облачный сервис Office 365, который называется OneDrive. Для чего каждому преподавателю на своем диске рекомендуется создать папку для хранения информации методического обеспечения по дисциплинам, создать папочку «Дисциплины», внутри которой создать папочки с названиями соответствующих дисциплин, по которым методическое обеспечение планируется выкладывать на сайт дистанционного образования. Преподавателям во время создания курса необходимо заполнить информационные поля, такие как описание курса и формат отображения курса. Рекомендуется использовать формат отображения по разделам. Разбить дисциплину на разделы, соответствующим образом организовать курс. Для того, чтобы отредактировать содержимое дисциплины, необходимо нажать кнопочку «Режим редактирования». После этого имеется возможность соответствующим образом отредактировать и добавить необходимые элементы для учебного курса. Для того, чтобы добавить преподавателя в курс, ответственные по кафедре имеют возможность с помощью меню пользователей назначить статус преподавателя, для чего необходимо выбрать соответствующего преподавателя из полного перечня с помощью меню «Поиска преподавателей», задать ему соответствующую роль в данной дисциплине. Таким образом, перечисленные преподаватели смогут иметь возможность редактировать, обновлять информацию по читаемым курсам. Опять-таки, преподаватели, корректно заполнивающие профиль, будут отображаться полностью. Преподаватели, которые не заполнили дополнительные поля, не будут отображаться в блоках дисциплины корректно. Для того, чтобы использовать методическое обеспечение, рекомендуется воспользоваться элементом, который называется «Файл». Для чего выбрать соответствующий элемент во время добавления, нажать кнопочку «Добавить». В следующем меню «Описать информацию о типе документа, на который вы ссылаетесь». В соответствующем разделе «Выбора файла» в левом меню «Выбрать сервис облачный Office 365 OneDrive», найти папочку «Дисциплин» и выбрать соответствующую дисциплину и соответствующий документ, который необходимо выложить выложить для общего доступа к студентам в качестве псевдонима ярлыка для файлов и нажать кнопочку «Выбрать этот файл». После чего необходимо будет заполнить все поля, прокрутить окно вниз и нажать соответствующую кнопочку «Добавление данного типа элемента». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...